Приветствую друзья! Хочу поделиться своим рецептом жареной соевой пасты, вернее кочудяем, а еще вернее кочудян, так называют в Корее, а мы знаем ее как просто тяй. Добавление такой пасты в еду делает ее насыщенно ароматной, что характерно для пищи азиатской кухни. У меня свой секрет об жарке тяя и хочу, чтобы вы непременно попробовали. Как вы поняли, тяя я добавляю, яблоки, можно зеленые, их можно очистить от кожуры, но я их не очищаю, просто очищаю от семян, нарезаю на кусочки. Также я режу на небольшие кусочки репчатый лук. Заготовленные нарезанные ингредиенты кладу я в блендер. Кладем свеже нарезанный имбирь и чеснок. В блендер заливаю немного воды и все это пробиваю до пюреобразной массы. Ставим на огонь глубокую сковороду, наливаем туда немного растительного масла. Кладем туда тяй и заливаем эту пюреобразную массу. Все, начинаем перемешивать. Жарить тяй нужно на среднем огне, постоянно перемешивая, чтобы не обгорело. У каждой хозяйки наверняка есть свой рецепт обжарки тяя. И здесь каждый выбирает свой вкус, кому как нравится. Кому-то нравится тяя без запаха, кому-то с характерным ярким запахом тяя. Мне больше нравится тяя без специфического запаха. В тяй я всегда добавляю сахар. И еще добавляю молотые обжаренные кунжутные семена. И, конечно же, красный молотый перец. Все эти три ингредиента я добавила в конце обжарки тяя. Еще пару минут помешиваем, чтобы хорошо смешались специи и тяй готов. Аромат кунжутных семечек смягчает резкий запах тяя и реально очень вкусно пахнет. Все это мы остужаем. Остывший тяй раскладываем в посуду или банки. Сам тяй имеет нейтральный солноватый вкус, но при обжарке он раскрывается по-новому. Его добавляют супы, соусы, мясные блюда. Но просто вкусно есть его намазов на хлеб или, как я люблю, с огурцами. Хранится тяя в холодильнике несколько месяцев, но, честно, у меня и месяц не хранится. Все съедается безжалостно быстро. Да и поделиться с друзьями таким тяям не жалко и не стыдно. Спасибо всем, кто поделился моим рецептом и поставил лайк. С вами была Наталья. Пока-пока!